привет друзья все не хотел бы показать вам как я делаю самую обычную самую простую сахарную брагу ну дело в том что делал я очень 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 разными способами перепробовал кучу разных рецептов но пришел к одному простому выводу не надо мудрствовать лукаво надо делать все проще такой у меня бак пластиковый на 110 литров в него я закладываю 20 килограмм сахара заливаю воды из расчета 1 килограмм сахара 4 литра воды и кладу дрожжи прессованные хлебопекарные 2 килограмма и все ставлю этот бидон бочку в более менее такое теплое место стоит он у меня не меньше 20 суток потому что брагу я не отбиваю никакими там бентонидами и всеми прочими веществами в общем бывало и по два месяца брага стоит и ничего с ней не случается все отлично все великолепны в данный момент не использую я никакие прикормки подкормки для дрожжей для браги ничего этого я не использую пробовал пробовал клал я и изюм и сухофрукты и картошку и горох ну в общем в общем все я пробовал клал но как говорил антоныч все без затей все очень просто я лично не увидел никакой разницы в том чтобы сделать брагу просто из сахара дрожжей воды или плюс туда еще добавить допустим сухофруктов как вот типа подкормка для дрожжей пробовал я там сухофрукты и изюм допустим картошку хлеб там сухари разницы я не увидел никакой совершенно но единственное да это когда он там горох картошку это чтобы брага там побольше побыстрее подошла но мне это в принципе не надо я никуда не спешу у меня как подошла так подошла единственное что вот воду ставил я на просто холодной воде из-под крана чуть-чуть просто подольше она начинает забраживать если водичку чуть тепленькую зам забраживать начинает она моментально сразу же так что в принципе можно прям холодную воду из-под крана и никаких проблем никаких заморочек что хочу сказать насчет сахара не знаю кстати в чем причина но сахар я использую только или развесной вот из мешков которые продают ну мешки по 50 килограмм его в магазине там расфасовывают и продают или вот в таких вот мешках ну там 10 килограмм 5 килограмм но не использую я сахар фасованный из сетевых магазинов типа вот там пятерочка дикси магнит вот там вот сахар не знаю почему но сколько раз пробовал ставить брагу и брага выходит недостаточно крепкая из того сахара из фасованного может быть сахар какой-то там другой я не знаю может быть он там недостаточно сладкий или там недостаточно в нем плотность там или что-то такое но в общем не выходит как-то может быть у меня просто так попало совпало ну перестал я брать сейчас беру вот сахар только такой он даже как-то на вид отличается он крупный такой и бывает даже не белая как-то чуть-чуть желтоватый иногда а так вот он крупный такой крупный трамп вот в принципе все высыпал 20 кило сахара в бочку 20 кило сахар вот такие у меня дрожжи именно сегодня вот они у меня вот такие вот рекорд хлебопекарные прессованные пачка килограмм так вообще есть еще такие же дрожжи ну написано хлебопекарные хлебопекарные спиртовые пробовал я естественно и прессованные вот эти дрожжи и вот такие у меня это сафлевюр кстати вот сафлевюр хорошие мне понравились ничего плохого о них сказать не могу так вот сафлевюр и забыл какие я еще дрожжи то сухие ставил не помню турецкие вроде какие-то забыл как называется так в общем что теперь кладу сюда дрожжи ну прям кидаю так целиком потом руками разомну с дрожжами тоже особо никогда не заморачивался хотя тоже говорят вот эти вот либо пекарные дрожжи есть лучше есть хуже но у меня вроде всегда так все нормально получалось этот изготовитель московская область город химки еще у нас были наши узловские дрожжи ну это город химки пахнут хорошо свежими дрожжами пахнут так что процедура не хитрая выложили дрожжи вот таким планом таким макаром заливаю сейчас туда воды ну сначала не полный бачок я уже в принципе не меряю по литрам потому что знаю у меня так вот по плечика по плечика как раз на 20 килограмм сахара все это так что еще а ну сейчас заливаю воды примерно пол бачка примерно пол бачка воды заливаю потом все это дело размешаю так ну рукой то можно палкой там кто как кому как удобнее я вам просто рукой 1 раз размешал и все так что еще а не ставлю я на браву никогда никаких гидрозатворов вот здесь такая крышка но она тут закрывается вообще вот закручивается на закручивается на довольно таки плотно но я ее в принципе никогда не закручиваю и гидрозатворов никаких не ставлю пока она брага идет процесс ну интенсивного брожения вот просто вот так крышку положил все ну запах конечно да там запах есть это не спорю от этого никуда не деться когда брожение закончилось просто еще сверху накрываю какой-нибудь тряпочкой так накину и все и нет никаких проблем стоит она у меня дней 20 там простоит иногда и больше стоит я еще раз повторюсь мне спешить некуда я никуда не гонюсь вот отстаивается становится светлая все беру переливаю в аппарат в бетон аппарат у меня из обычного молочного бидона тридцати восьмилитрового шланжиком отсюда перелил ну все и начинаю перегонять ну вот как то так сейчас сюда зальем водички да конечно если там кто-то будет заливать не холодной водой а горячей вода должна быть не более 30 градусов иначе дрожжи сварятся погибнут так что учтите этот момент лучше залить холодной водой чем горячей потому что если залете слишком горячей больше там 30 градусов то все дрожжи погибнут в общем два килограмма дрожжей 20 килограмм сахара и 80 литров воды вот в этом бочонке получается это в итоге вот так вот водички бочонок кстати очень удобный он такой высокий он высокий и узкий полностью такой вот он квадратный не кубастый не круглый так что уголочек так куда интересного поставил и все удобный правда не дешевый 1000 1000 100 или 1300 рублей точно не помню за него отдавал она зато удобный и в принципе пластмасс здесь пластмасс пищевой потому что из таких вот такие вот бочонки берут даже под воду есть еще чуть поменьше горло пошире там капусту у них класят пластик пластмасса здесь пищевая так что брагу ставить это все можно и даже нужно все это без проблем да еще что еще там делают люди чтобы быстрее бродила побыстрее или допустим допустим в каком-то прохладном месте брага стоит ну зимой там или когда можно ставить обычный аквариумный обогреватель на обогревателе выставляется температура поставили брага всегда одного одной и той же температуры ну естественно быстрее вы выбраживает и все такое прочее но это опять же для тех кто спешит я никуда не спешу так так вообще на ю тубе там море конечно разных рецептов море способов но вот этот способ это самый простой проверенный уже сотни раз я ставлю так постоянно выход отличный никогда ничего никаких косяков в принципе не было вот у меня получается где-то с килограмма сахара выход литр двести пятидесяти градусного самогона это вот так вот среднем я думаю вообще это вполне нормально для обычной сахарной браги это замечательно ну что еще сказать далее заливаю все это дело водой как я уже сказал размешиваю и в тепленькое место вода у меня вода у меня обычная я имею ввиду что там никакая не колодезная нет не отстаиваю просто обычная вода из-под крана но вот насчет воды из-под крана здесь тоже много разных мнений у нас вот допустим просто ну сама по себе вода хорошая в каких-то может быть городах в каких-то районах вода плохая может быть ржавая там хлорка или еще что-нибудь тогда конечно да лучше ее не использовать так наливаем водички вот прям сейчас налил из-под крана воды и все таким вот методом почему не наливаю в ванне прям сразу сюда потому что тащить потом этот бак оттуда тяжело все-таки хоть тут и ручки есть но все равно тяжеловато поэтому я так ведрами налил потом раз его уголочек поставил и все чтобы не таскать потому что достаточно тяжелый получается так после того как после того как воды налил дрожжи я разминаю некоторые не разминают руками но я дрожжи разминаю их раз 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 разомну руками сахар перемешаю весь и все и прям сразу же смотришь уже все у нас раз раз пошло булька все процесс брожения уже пошел моментально вот так вот это все происходит вот дрожжи потом дрожжи руками вот так разминаю не то не то чтобы прямо они там все разошлись ну так достаточно помять помять их вот так вот она уже потом смотришь и на глазах прям уже начинает бродить вот сейчас вода холодная и тут вода прямо из-под крана ну вот в принципе все дорогие друзья не забывайте на мой канал подписываться лайки ставить все теперь сейчас долью просто вот до верха бетона воды и поставлю в тепленькое местечко уголок все вот он весь самый наипростейший рецепт обычной сахарной браги не забывайте ставить лайки подписывайтесь на мой канал всем пока до новых встреч и Продолжение следует...